Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего урока – практическая работа номер один, метод координат, работа с таблицами, двоичное представление чисел. На прошлом уроке мы с вами изучили, как же кодируется информация, а также единицы измерения информации. Сегодня мы с вами на практике обсудим те вопросы и проблемы, которые мы рассматривали на предыдущих уроках, а именно поговорим о методе координат, о том, как работать с таблицами, а также о том, как представлять числа в двоичном коде. Народная мудрость гласит «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Действительно, графические способы изображения информации, иллюстрации, схемы, картинки позволяют более наглядно и живо представить себе объект, о котором идет речь. Вместе с тем, любую информацию, в том числе и графическую, можно представить с помощью чисел. Сейчас мы с вами поговорим о таком способе представления графической информации, как метод координат. История метода координат и история вообще координат достаточно банальна и проста. Французский ученый Рене Декарт пришел в средневековый театр, по крайней мере, так гласит легенда, и не нашел себе там места, потому что билеты раньше продавались просто по количеству мест в зале. Эта ситуация возмутила ученого, и он предложил способ, как же можно нумеровать места в зале. Он предложил нумеровать ряды и места. Это простейший пример системы координат, где ряд — это наша ось ОУ, то есть ось ординат, место — это ось ОХ, которая еще называется ось абсцисс. Таким образом, когда мы говорим, что мы сидим на пятом ряду на третьем месте, мы называем свои координаты в зрительском зале. В честь своего создателя система получила название Декартова. Мы же используем ее практически каждый день. Ну, например, где же используется система координат? В частности, она используется в шахматах или в игре, которая всем известна «Морской бой». Любая точка на координатной плоскости имеет две координаты — Х и У. Мы же говорили, что одна из осей называется ось абсцисс, другая — ось ординат. Соответственно, одна из координат называется абсцисса, это первая координата точки, а вторая — ордината, вторая координата точки. Пересечение осей ОХ и ОУ — это точка О с координатами 0,0, которая называется началом координат, потому что от нее отчитываются все остальные точки. Какие могут быть примеры точек и координат? Рассмотрим это на изображении, которое показано на вашем экране. Это точки А, В, С и Д, которые имеют указанные координаты. Не сложно видеть, что оси координат разбивают координатную плоскость на четыре части. Они пронумерованы так, как указано на экране. В дальнейшем мы будем работать только с первой координатной четвертью. Рассмотрим следующий пример. Пусть нам даны координаты 17 точек. Эти координаты вы видите на экране. Отметьте эти точки на координатной плоскости, а затем соедините их отрезками в последовательности, которая указана на экране. Что получится? Если вы все выполните правильно, то получите следующее изображение. Закрепим работу с координатами. Для этого выполним следующее задание. На экране вы видите картинку, которая нарисована на координатной плоскости. Ваша задача — определить координаты точек, из которых она состоит, а также указать порядок, в котором необходимо соединить эти точки, чтобы получить данную картинку. Правильный ответ вы видите на экране. Рассмотрим более подробно пример осей координат на примере шахматной доски. На шахматной доске все клетки нумеруются цифрами и буквами. Например, А1, В2. Наверное, многие из вас слышали знаменитое Е2 и Е4 — начало шахматной партии. Так вот, оказывается, что буквы — это координаты х. Когда мы говорим Е2, мы подразумеваем, что мы должны найти такой столбец, который подписан буквой Е. Когда же мы говорим номер 2, мы подразумеваем, что нужно в этом столбце выбрать вторую клетку, которая пронумерована цифрой 2. Таким образом, на пересечении второй строки и пятого столбца мы получаем клетку Е2. Это и есть система координат, однако немножко завуалирована и так вот хитро спрятана за цифрами и буквами. Поговорим теперь о работе с таблицами. Многие задачи гораздо удобнее решать, если представить данную в них информацию в виде таблицы. Рассмотрим это на конкретном примере. Некто имеет 12 литров мёда и хочет отлить из этого количества половину, но у него нет сосуда вместимостью 6 литров. Он имеет два сосуда, один вместительностью 8 литров, а другой 5 литров. Каким образом налить 6 литров мёда в 8-литровый сосуд? Какое наименьшее число переливаний необходимо при этом сделать? Решение этой задачи удобно представить в виде таблицы. До переливания все 12 литров мёда находятся в сосуде ёмкостью 12 литров. Первое переливание. Перельём 8 литров из этого сосуда в сосуд ёмкостью 8 литров. Второе переливание. Из сосуда ёмкостью 8 литров 5 литров перельём в третий сосуд ёмкостью 5 литров. Третье переливание. Первый сосуд, емкостью 12 литров, дольем 5 литров из последнего сосуда. Таким образом, в первом сосуде окажется 9 литров меда, во втором 3, а в третьем не одного, то есть 0 литра. Четвертое переливание. Перельем 3 литра из второго сосуда в третий. Пятое переливание. Из первого сосуда перельем 8 литров во второй сосуд. Таким образом, в первом сосуде окажется 1 литр, во втором 8 литров и в третьем 3 литра. И последнее, шестое переливание. Перельем из второго сосуда 2 литра, чтобы полностью заполнить 5-литровый сосуд. Таким образом, в первом сосуде останется 1 литр, во втором окажется 6 литров, в третьем 5 литров. Мы получили в сосуде емкостью 8 литров 6 литров меда, что у нас и просили в условии задачи. Рассмотрим теперь двоичную систему счисления. В двоичной системе счисления всего лишь две цифры 0 и 1. Напомним, что в нашей обычной, привычной нам десятичной системе счисления, таких цифр 10 от 0 до 9. Чтобы понять, как устроена двоичная система счисления, давайте для начала вспомним, как же устроена десятичная система счисления. Когда счет доходит до 9, то мы добавляем новый разряд, разряд десятка, а количество единиц обнуляем, то есть получаем число 10. Далее мы начинаем увеличивать количество единиц, 11, 12 и так далее, пока не доходим до числа 19. Теперь мы увеличиваем количество десятков еще на единицу, вместо единички появляется двойка, а количество единиц опять обнуляем. Когда мы доходим до 99, то мы добавляем еще один разряд сотни и так далее. То же самое происходит и в двоичной системе счисления. С той лишь разницей, что обнулять единицы и добавлять следующий разряд нам приходится уже при достижении числа 1, а не 9. Например, в двоичной системе счисления после цифры 1 идет сразу число 10, то есть мы добавляем новый разряд, разряд десятков так называемый, и обнуляем количество единиц. После числа 10 идет число 11, затем сразу число 100. То есть мы вынуждены добавить еще один разряд, так называемый разряд сотен в нашей обычной десятичной системе счисления. Как же переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную и обратную? Давайте разберем это на конкретном примере. Как перевести десятичное число в двоичную систему счисления? Для этого можно поделить число в десятичной системе счисления на 2 с остатком. Остатки записывать и из них потом составить число в двоичной системе счисления. На примере числа 25 мы сейчас на это и посмотрим. Поделим число 25 на 2 с остатком. Получим. 25 делить на 2 это 12 и единица в остатке. Теперь число 12 мы делим на 2. Это получится 6 и 0 в остатке. 6 делим на 2, получаем 3 и 0 в остатке. 3 делим на 2, получаем 1 и 1 в остатке. И 1 на 2 у нас уже не делится, это будет 0 и 1 в остатке. Таким образом, записав полученные остатки в обратном порядке, мы получаем, что число 25 в двоичном представлении это число 1, 1, 0, 0, 1. Чтобы перевести число из двоичной системы в десятичную, то есть обратную, нужно сначала вспомнить, как же мы считаем числа в десятичной системе счислений. Например, число 507. Это 7 единиц, 0 десятков и 5 сотен. То есть 5 умножить на 100 плюс 0 умножить на 10 плюс 7 умножить на 1. Тот же самый принцип действует и в двоичной системе счислений. Рассмотрим его на конкретном примере. Например, число 1, 0, 1, 1. Последняя цифра соответствует единицам, то есть 1 умножить на 1. Следующая цифра соответствует двойкам, то есть 1 умножить на 2. Следующая цифра это уже 2 умножить на 2, то есть 4. Получаем 0 умножить на 4. И первая цифра это 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 8. Получаем 1 умножить на 8, то есть 8. Сложим полученные результаты. 1 плюс 2 плюс 0 плюс 8. Получаем, что число 1, 0, 1, 1 в двоичной системе счисления соответствует числу 11 в десятичной системе счисления. На этом уроке мы познакомились с вами с методом координат, работой с таблицами и двоичным представлением чисел. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.